Друзья, всем огромный привет! Вы на канале Марина Шукова. Рада вас приветствовать! Сегодня у меня видео для рубрики «Покупаю большими объемами и экономлю». Средства в этот раз я выбирала не самостоятельно, мне помогла моя подписчица. Недавно у меня на канале было видео, где я вам показывала свою любимую швабру от бренда Easy Clean. Так вот, одна из подписчиц мне написала, что у Easy Clean покупают не только средства для уборки, но есть еще у них шикарный гель для стирки, для стирки деликатных вещей. Меня эта тема заинтересовала, потому что у меня в летнем гардеробе очень много хлопковых, льняных вещей, есть футболочки с наклейками, гиперовые вещи. В общем, всегда их стираю либо японскими, либо тайскими гелями, но они очень дорогие и не всегда есть в продаже. В общем, я решила попробовать что-то новенькое. Гель я заказала на Валдрес, пришла вот такая вот большая канистра. Значит, я, друзья, конечно, этот гель уже попробовала, потестировала. И в первую очередь, что мне хочется отметить, это консистенция геля. Она невероятно густая, и мне кажется, вот именно таким и должен быть концентрированный гель для стирки. Он действительно очень экономно расходуется, он хорошо пенится. Второе, что мне написала подписчица, это шикарный аромат. Я тоже, друзья, осталась в восторге от запаха этого геля. Подписчица где-то отдаленно напоминает цветы этот гель, мне напоминает запах алоэ, прям такой чистоты, какой-то тропической свежести. В общем, запах очень хороший, и частично этот запах остается на вещах. Я вам уже говорила, что люблю, когда летние вещи после стирки сохраняют запах либо кондиционера, либо средства для стирки, но только чтобы этот запах был не навязчивый, не химозный, максимально приближен к природному. Здесь вот именно тот случай. Сегодня буду стирать льняные брюки. Льняные вещи, конечно, рекомендуется стирать вручную, но мне кажется, ручная стирка так хорошо не отстирывает, как стирка в машине автомат. Поэтому брюки постираю в машинке в ускоренном режиме. Мне очень хочется вам показать, как гель хорошо отстирывает свежие ежедневные загрязнения, поэтому, чтобы вам нагляднее было видно, я сейчас на брюки нанесу кетчуп, то есть создам такой яркий пигмент на ткани, и нанесу майонез. Майонез – это будет жирное пятно. Сделаем пятно вот таким вот большим, и здесь тоже большое пятно. Футболка вот с такими вот свежими пятнами пищи. Затем белая футболка, у которой грязные подмышки, смотрите, вот такие вот желтые пятна, с одной стороны и с другой. Вот эта вещь самая грязная в моей стирке. И на футболке тоже есть вот такие вот пыльные, грязные загрязнения. Дальше еще носочки и вот такие вот слитки. Стирку разделю на две. Сначала постираю светлые вещи и затем цветные. Стирать белье буду в ускоренном режиме, чтобы стирка была деликатная, чтобы никак не растянуть белье, никак не повредить ткань. Значит, есть у меня режим супербыстрая стирка 30 минут. Уменьшу скорость отжима до 600. Сначала стираю светлое белье. В барабан добавляю 60 мл геля. Показываю процесс стирки. Гель очень хорошо пенится, несмотря на то, что это эко-средство. Я добавила максимальную дозу геля по инструкции производителя. То есть он рекомендует 40-60, я добавила максимум. Потому что слитки, которые я отстирываю, очень грязные. Там прям черные въевшиеся пятна грязи. Чтобы у меня все хорошо отстиралось в ускоренном режиме. После стирки светлого белья, сразу же запускаю стирку с цветным бельем. Значит, добавляю один колпачок геля. Здесь у меня 60 мл. Потому что футболка у меня с наклейкой, а брюки льняные. Поэтому постирать нужно быстро, постирать деликатно. Стирка у меня уже практически заканчивается. Скоро будет полоскание. Пены тоже достаточно для того, чтобы все хорошо отстиралось. И вообще, я считаю, что для эко-средства, в принципе, гель очень даже неплохо пенится. Итак, друзья, вещи постираны. Смотрим результат. Зеленые брюки, на которых было пятно от кетчупа и от майонеза. Все абсолютно чистое, пятен нет. Цвет яркий. Вещи очень приятно пахнут свежестью. Я вещи уже погладила после стирки. Вещи очень мягкие. Поэтому все складочки на льняных вещах отгладились очень быстро. Дальше носочки. Вот такие вот они стали чистенькие. И слитки. И, друзья, обращаю ваше внимание, что все загрязнения, все пятна на одежде у меня были исключительно свежие. Никаких стойких пятен у меня не было. Если бы у меня были стойкие пятна, то я бы обязательно к этому гелю добавила. Либо усилитель, например, какую-нибудь кальцинированную соду, либо замылила пятно, либо вещь замочила. Даже в этом же геле, но дала бы средство больше поконтактировать с тканью, максимально размягчить пятно. И это, друзья, не касается конкретно геля Изи Клин. Так работают все эко-гели. И если стойкие загрязнения, стойкие пятна, нужно обязательно либо замылить, либо добавить какой-то усилитель. Потому что эко-средства, они более щадящие, они не такие агрессивные. Поэтому, если совсем заморали вещь, нужно, конечно, средству помочь. И давайте посмотрим самую белую футболку. Я тоже, друзья, ее погладила. Значит, смотрите, здесь все абсолютно белое. То есть пыль, грязь отстиралась. И подмышки. Подмышки тоже беленькие. Вот, здесь тоже все чистое. Вот эта вот вещь у меня прям тоненькая-тоненькая. То есть ее стирать либо в ускоренном режиме, либо вручную. Но я предпочитаю стирать в машинке. Мне кажется, так лучше все простирывается. Тоже, смотрите, пятна нет. И последняя футболочка, где были пятна от шоколада, мне кажется, тоже все хорошо отстиралось. Сейчас покажу вам горловину. Вот здесь вот было много пятен. Все чистенькое. Вещи мягкие, приятно пахнут. Вот такой вот результат моей стирки. Я очень довольна. Друзья, на этом буду заканчивать свое видео. Подводим итог. Мы сегодня с вами тестировали гель для стирки универсальный бренд Изи Клин. Гель без фосфатов, без хлора. Здесь 5 литров. Гель подходит для всех видов ткани. Он универсальный. И для цветного, и для белого белья. Я этот гель заказывала на Валбрес. Кому интересно, ссылочку оставлю под видео. Пройдите, посмотрите актуальную цену. Очень много отзывов хозяев на этот гель. Тоже, кому интересно, пройдите, почитайте. Ну, а теперь расчеты. Я посчитала, 1 литр этого геля стоит примерно 220 рублей. Округлила в большую сторону. Так как гель густой, хорошо пенится, экономно расходуется. Его должно хватить 1 литра минимум на 20 стирок. И одна стирка будет в цене 11 рублей. Мне кажется, цена хорошая, при условии, что это эко-средство, без хлора. И самое главное, что это средство универсальное. То есть можно стирать белое, можно стирать цветное. И самое главное, любые виды ткани. В том числе и деликатные. Поэтому покупать гель выгодно, в покупке однозначно рекомендую. Получается, что его цена ниже, чем аналогичные гели в обычных масс-маркетах. Вот такое вот, друзья, у нас сегодня было с вами интересное тестирование. Если вы уже стирали таким гелем, обязательно напишите в комментариях. Если у вас есть свои интересные идеи, например, есть какое-то средство, которое вам очень нравится, и вы желаете, чтобы я его попробовала и не вам рассказала, пишите в комментариях. Я все читаю, все тестирую, лучше публикую на своем канале. Всем вам огромное спасибо за просмотр. Заглядывайте в инфобокс, там всегда для вас больше полезной и интересной информации. Всем пока!